В этом видео Оно ключево в игре Но я же не лог, чтобы переплачивать за бренд Ооо Довольте не ядер Нет, нет Дорогай, это не то, что ты подумала Что здесь происходит, кто это шлюк Это Это мой новый ПК Как ты мог, и это после всего, что между нами было Прости, я знаю, мне очень стыдно Между нами все кончено И я тебя никогда не прощу Я хотел все рассказать Эх, а как же все хорошо начиналось Ее четыре ядра вскружили мне голову Мы проводили кучу времени вместе И нам было хорошо Нашло время И страсть между нами угасла Но нафиг это говно Лучше посмотрите, что у меня здесь есть Это ультимативный ПК-мосты Да, ультимативный и универсальный Эта малышка может сделать все, что вы только пожелаете Я бы охарактеризовал этот ПК Как ПК возможностей А в моем случае ПК упущенных возможностей Комб был собран мной в конце лета И это, мягко говоря, не лучшее время для этого Из-за некоторых факторов Во-первых, только поступили в продажу Линейка Супер Видеокарт от NVIDIA Но они были далеко не во всех магазинах И цены, мягко говоря, кусались Во-вторых, только увидела свет третье поколение Процессоров Ryzen от AMD И в продаже не было процессоров без индекса X Ну и как в случае с видеокартами Цены на старте кусались Я думаю, пришло время озвучить Основные характеристики этого компудактора Во-первых, это процессор AMD Третьего поколения Ryzen 7 3700X Потом видеокарта NVIDIA RTX 2070 на 8 ГБ И 16 ГБ оперативки с частотой 3200 МГц Бойка может показаться немного странной Но она подобрана мною для меня Поэтому так и есть И плюс, за каждую комплектующую я могу пояснить Но само собой я не буду оправдывать Выбранной мной комплектующей Чтобы казаться умнее Потому что в это и так никто не поверит Но еще нужно учитывать то Что я потратил на подбор данных комплектующих Всего 2-3 дня Что может показаться нормальным сроком Но нужно учитывать то Что последний свой коп Я собрал в далеком 2015 году И с тех пор не особо интересовался Рынком ПК железа И поэтому мне пришлось его практически Заново изучать И во время эксплуатации этого ПК И более тщательного изучения рынка ПК Комплектующих Я обнаружил здесь некоторые косяки Которые я хотел бы исправить Если бы знал об этом в прошлом И надеюсь, что эта информация Она поможет вам не допустить подобных косяков И в некоторых местах еще и оверпрайса Да, я вам что-то покажу А? 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 Смотрите какая Ааа, MSI Ааа, сколько же денег здесь было вбухано Просто в дракончика Аааа И знаете, что я еще заметил Что среди ламера ПК не в почете И за ваши слова о том Что у вас новый крутой комп Вы услышите от человека С последним айфоном За 1300 баксов Что вы совсем сдурели с вашим компом Который всего лишь на 200 баксов дороже И да, ПК обошелся в полтора куска Где-то, что при вводе на рубли 94 тысячи рублей Оказалось, что пока я это снимал Любль упал И это уже 101 тысяча Но зато название теперь не кликбейт Но это за старыми ценами Сейчас же такой ПК обойдется дешевле Но сейчас я бы не брал 2070 А уже 2070 супер Плюс у меня нету нормального SSD А только тот, который шел в подарок процессору Он говно И все же эта ситуация с осуждением В обществе довольно странная Ведь если бы гипотетически Я купил тачку за каких-то 200 тысяч баксов Я почему-то уверен, что в свой адрес Я бы услышал, что Ммм, какая крутая тачка Оу, а за сколько до сотни Но если это ПК, который больше чем в 100 раз дешевле То я идиот И это в 2020 году Когда мы уже стоим на пороге информационной эры Хотя моей бы стране нормальную концепцию Постиндустриализма реализовать Ну, это... А для начала я бы вам хотел поведать идеологию этого ПК О которой я уже немножечко рассказывал Это универсальность Чтобы иметь возможность делать все, что только вздумается Реализовать все свои амбиции и желания А это включает не только игры, но и стримы, монтаж видео, 3D, VFX Да и можно даже орехи колоть, если в этом есть нужда Вот зацените, что я смог сделать Да, я гений, я знаю, спасибо Такая универсальность стала возможна Благодаря новой зен-архитектуре от AMD Я в принципе никогда не был адептом какой-то из компаний Потому что, во-первых, это тупо А во-вторых, данная политика брендинга Применяется только для того, чтобы увеличить прибыль компании Что очень важно понимать Поэтому каждый новый продукт компании нужно рассматривать с точки зрения конкурентной способности Первым процессором у меня был однояденный Интерселлерон SR68D Потом у меня был убийственный AMD Athlon 64X3 После этого уже идеальный геймерский i5-4690K И говеный ноутбучный i5-8250U И вот теперь у меня снова процессор от AMD А я напоминаю, что у этого процессора 8 ядер и мать его 16 потоков Поскольку они начали не просто догонять Intel А обгонять его и оставлять далеко позади себя Как известно, в играх всегда королем был Intel Да и сейчас, в принципе, тоже Intel Поскольку даже игры последних годов очень слабо оптимизированы под много по точность Большинство игр сильно зависимы от мощности одного ядра В этом поколении AMD практически сопоставимы ядра с Intel Но должен признать, что Intel все же побеждает AMD в этом показателе Но я же пока не на один год беру И сейчас уже появляются игры, в которых AMD садит Intel на бутылку И в будущем их будет еще больше А те, у которых AMD отстает Это потому, что они используют либо устаревший DirectX 11 В котором практически все вычисления делаются одним ядром Или либо разработчики просто рукожопые Ну что же, я готов пожертвовать пару процентов FPS Ради невероятных вычислительных мощностей при работе с программами Комфортную работу при полноценном 8К проекте в DaVinci он вам вряд ли предоставит Но вот с 4К проблем вообще нет А если верить тесты, то в принципе мой довольно средненький процесс Обходит даже Intel i9, который на минуточку намного НАМНОГО Дороже При решении рабочих задач К сожалению, проверить так ли это на практике у меня возможности нет Этот же процессор дешевле из своих прямых конкретов Не без того, что это по сути два 4-ядерные процессора Которые были объединены в один 8-ядерный Что делает его дешевле в производстве И именно из-за этого он сильно зависит от частоты оперативки Но значительно дешевле Кроме этого, он построен на 7-нанометровом техпроцессе Что значит, что он выделяет меньше тепла и более энергоэффективен И по идее имеет больше вычислительный потенциал Поскольку чем меньше транзистор, тем больше их можно туда присобачить У Intel уже 14-нанометровый техпроцессор И они уже где-то 2 года не могут перейти на обещанные 10 нанометров Что уже и так в принципе хуже, чем есть у AMD И это связано с тем, что, ну вы понимаете Не так-то просто переделать целый завод на производство на новом стандарте У AMD же таких проблем нет, поскольку у AMD в принципе нет своих заводов И здесь мы видим наглядный пример того Что аутсос это офигенный механизм для оптимизации производства и увеличения конкретноспособности Лайфхаки от Сани Все мы понимаем, что даже при наличии крутой игровой машины Она рано или поздно устареет И вам все равно придется ее апгрейдить А это может нехило ударить по кошельку Но я сегодня как мастер компуктер Покажу вам нереально крутой способ универсальный Которого еще нигде не видно было Как улучшить любую Я повторяю абсолютно любую машину До уровня ПК монстра Игрового монстра Даже такое говно на отлоне Не имеет значения Всего лишь благодаря вот такой вот приспособлению Это скотч И одной секретной детали Можно сделать из этого монстра гейминга Итак, давайте приступим И посмотрите на это Ультимативная игровая сборка Видеокарта RTX 2070 тоже немного уступает своему конкуренту Из лагеря красный в области игр Но, извини, МД, не сегодня во-первых RTX Как сказал один классик Солнечный мальчик не хотел брать RX Солнечный мальчик захотел RTX Пошел в кредит, это хотел покупать Но все равно стал RTX отключать Просто посмотрите на этот Майнкрафт с RTX Эта карта уже полностью оправдала свое приобретение А во-вторых Тут еще много крутых фишек, которых нет у AMD А именно Ядра CUDA для работы с графикой Нормальные драйвера Лучший энкодер И Shadow Play Но, в принципе, у AMD есть OpenCL, и, в принципе, я это и в большинстве случаев отключаю, разве что 3D-текс его помощью делал, но разве оно того стоит? Так что всё, в принципе, зашибись. И единственное, о чём я жалею бессонными ночами, это о том, что в своё время не взял 2070 Super. Эх, сэкономил бы на сексуальном корпусе моего компьютера, и взял бы чипсет подешевле, и, гляди, хватило бы на 2070 Super от гигабайт. Либо даже от тех же MSI, только Amrong версию. Эх, не. Здесь таки есть ещё одна проблема, а именно суппорта, который идёт в комплекте, чтобы поддерживать вашу видеокарту, которая провисает нахрен. И она полное говно, которое ничего не держит, и мне приходится подпирать её зарядкой для батарей. Но, ещё у меня есть 970 от MSI, которая уже 5 лет, и знаете, что у неё? Артефакты, потому что она нахрен провисала. Кстати, зашибись, мне нравится. Ау, почему MSI взял бы, я дебил. Но прежде чем мы продолжим, я поясню за всё то говно, которое я взял, давайте посмотрим на тесты в играх. Ведь я понимаю, что не всем интересно слушать про то, почему я лоханулся, что взял оперативку на чипа Хайникс. Начнём мы с Rainbow Six Siege, не совсем новый, но довольно крутой шутер от Юбисофт, что уже делает его довольно неплохим бенчмарком. И на ультрах, с объёмным светом и паком текстур высокого разрешения, но не самым топовым сглаживанием в 2К, мы получаем в среднем 120 фпс. Но так как, согласно статистике стима, большинство всё ещё играет в Full HD, то его я тоже буду тестить. И в Full HD мы получаем в среднем 170 фпс, с ещё лучшим фреймтаймом и очень высоким уровнем 1% фпс. Но как-как-как, почему мы играем без максимального сглаживания, которое жрёт почти все 8 гигабайт видеопамяти? Ну окей, получаем где-то 67 фпс в среднем, с пиками в плюс-минус 80 фпс и 120 флл хд. Теперь же погрузимся в великую войну меньшинств за их права, в игре Battlefield V. Она была выбрана для того, чтобы посмотреть на хвалёный RTX. И на ультрах, в том числе с RTX в 2К, мы получаем в среднем 49-50 фпс, но на менее загруженных мусором, который летит тебе в лицо в локациях, уже где-то 65 в среднем. И что касается RTX, то в Майнкрафте разницу-то видно было, а здесь, ну, как-то не особо впечатляет, хотя технология, конечно, прорывная и в будущем лишней не станет. Без RTX уже в среднем 75 фпс на загруженной и более 100 фпс на менее загруженной карте. В флл хд же около 100 фпс во время сцены с кучей всякого говнища и около 140 фпс во время менее нагруженной сцены. И да, всегда можно понизить сглаживание, но так как это не мультиплеер, имеется больше чем 60 фпс, меня это вполне устраивает. А теперь моя любимая онлайн игра 2019 года, Call of Duty. И на карте Шипмент с ультра, с RTX в 2к мы получаем в среднем 72 фпс, а просто на ультра в 2к уже 90, а на ультра в флл хд 123 фпс в среднем. И во всех случаях фрейм тайм супер стабильный, несмотря на всю адовую вакханалью, которая не творится вокруг меня. Кроме момента перехода в меню после смерти, супер играбельно и супер стабильно. Но имеется вопрос, зачем же я взял самую маленькую карту во всей Call of Duty, а все просто, она самая требовательная, из-за того количества трендеца на метр квадратный который происходит. И вот вам пруф, большая карта, режим 32 на 32 игрока на ультра в 2к мы получаем в среднем 92-94 фпс, но если убрать тени, что необходимо для нагиба в этой игре, то будет уже в среднем сотня кадров на большой карте. Ой, а что это такое? Видео как-то не на 100% загружено, что броц не раскрыл? Ну и процессор не долбится в соточку. Ой, как так вышло. Нехорошо получается, неужели раскрытие это некорректный термин? Да нет, наверное показалось. Теперь давайте затестим PUBG, хотя я в принципе не знаю кто в это играет, но не важно. К моему удивлению, даже на ультрах с максимальной травой и тенями в 2к мы получаем где-то 85 фпс в среднем, а где травы меньше около соточки. И даже при падении не глючит и все нормально прогружает. А не как раньше, когда я первые 2 минуты боя просто лежал в кустах, пока он меня прогрузит все дома. У Full HD же 127 фпс в среднем, но никто же нахрен не играет в паб таким образом. И без травы и тени в 2к мы уже получаем 112 фпс вместо 85. С последними двумя играми у меня связана довольно интересная история. Она заключает в том, что они у меня глючили как последняя мразь. Просто как скотина отказывались работать и микрофризили каждую секунду. Это было просто неиграбельно. Но теорию о том, что это просто коп не вывозит, я откину сразу по понятным причинам. После этого я стал разбираться. И сначала я подумал, что мне просто жесткий диск не вывозит, запись и одновременно игру. И я стал записывать на внешний, но все равно глючило. Я отключил запись, все равно глючило. После этого я стал разбираться дальше и заметил, что моего процессора latency, то есть латентность, она 95 нс. Из-за этого в теории возможны фризы. Я заметил после этого, что это связано с тем, что у меня слетела оперативка. И она больше не 3200 МГц, а 2400. Я ее поднял, она опять слетела. Я ее так долго поднимал, она слетала. Короче, как-то поднял. Но потом, после очередного дебута, у меня слетела Windows. И просто отказывали, лицензия там какая-то, ну неважно, я ее починил. Все вроде бы работает, но опять латентность 95. Я думаю, блин, и герцовка не слетела. В чем же проблема? Оказалось, у меня уже не работает одна плашка оперативки. И только 8,16 ГБ. Я ее высунул в старый, ну дедовский метод, и оно все заработало. Вроде бы нормально, но в чем же может быть причина? Оказалось, что за 2 дня до этого у меня стояли драйвера на видеокарту студио-версия. То есть, версия для работы там с монтажом, для всяких программ по типу Blender, Cinema 4D, ну не суть важна. Важно то, что пару дней назад для максимальной объективности в играх я поставил геймерские драйвера. Именно из-за геймерских драйверов. Просто вдумайтесь, из-за геймерских драйверов оно глючево в играх. В последнем метро без RTX и Nvidia Hairworks получаем в среднем где-то 70-67 фпс, а в туннелях уже больше 100. И на Full HD где-то 88-92 фпс. С RTX же в среднем 45 фпс. Но не RTX единым. Это просто ужаснейший фрейм тайм. Если кто не в курсе, то каждый пик фрейм тайма это микрофриз. И решить эту проблему вполне может SSD, ведь файлы просто не успевают подкачаться. А все игры сегодня я запускал с пожилого HDD. Ну все, с играми на сегодня достаточно. Но? Ну а где же CSGO спросите вы? Серьезно? Ладно, вот вам еще тесты, но смотрите сами по фасту, потому что я уже опаздываю на поиск Хогвартс. Да-да-да, Майнкрафт это именно та игра, которая может уложить любой ПК в 2020 году. Уведы немногие могли это предсказать. Теперь давайте перейдем к бенчмаркам. Понятно, что как каждый прошаренный пользователь персонального компьютера, а именно NoLifer, я решил разогнать процессор. Ведь без разгона даже бомжи не будут проявлять к вам уважение. Ведь как говорится, не разгонял, не мужик. Так вот, охлаждение у меня комплектное, хоть и неплохое, но для экстрим разгона оно не подойдет. А другой здесь в принципе не имеет смысла. Ну залочил я процессор на 4 ГГц. И что мне это дало? На 244 очка больше в CinemaBench, чем без разгона? И разве ради этого деды FX разгоняли? Тьфу, блин. Как видите, пользы не особо много. К тому же вы уже могли заметить, что как правило у меня во всех играх больше чем 4 ГГц. В районе 4.2, 4.1, если быть точным. Это все благодаря технологии Precision Boost 2 в новом поколении процессоров, которые позволяют производить авторазгон по всем ядрам, вплоть до 4 и 2 ГГц со стоковым кулером. Или по нескольким ядрам, если в этом нуждается программа. Поэтому особого смысла от разгона, если это не экстрим, нет. К тому же я не слышал, чтобы кто-то получал больше чем 4 и 4 ГГц на этом процессоре. Итак, в игре мы получаем 13 тысяч 3D очка от чего-то там для процессора и 255 для видеокарты. В Superposition 5651 очко, а в 3D Max 9599 баллов, что на 3 тысячи больше, чем в ПК для 4К по мнению 3D Max. И если это вам о чем-то говорит, то поздравляю, вы сверхчеловек. А единственное, что интересно мне на данный момент, так это то, как поведет себя мой ПК в стресс-тесте. Для начала я проверю процессор, и как видите, под 100% нагрузка спустя 20 минут, чего вполне достаточно, чтобы проявились проблемы в сборке, если они имеются. График довольно ровный, никакого троттлинга не было, и процессор держит все время частоту в 4, 3, 9 ГГц по всем ядрам. И несмотря на возможности тульба буста до 4,3 ГГц, максимальной нагрузки это невозможно в данной ситуации. Ведь у меня и так 2-3 раза температура перевалилась от 90 градусов. А напомню, что у этого процессора ограничение в 95 градусов по Цельсию. В основном же держалась температура на уровне 84 градусов в среднем. Боксового кулера в принципе хватает, но вот прям в припик. С видеоката же дела получше, поскольку это оверпрайснутый, ни за что MSI, то здесь очень хорошая и тихая система охлаждения. Так что максимальная температура спустя 20 минут была зафиксирована на уровне 70 градусов. А частота держалась на уровне 1905 МГц, но это первые 7 минут. Позже же она поднялась до уровня 1920 МГц, что кстати больше стоковой мощности, поскольку видеоката уже разогнана с завода. Вот что хочу сказать по результатам стресс-теста, так это понятно, что таких нагрузок вам не даст ни одна, даже самая требовательная игра, ну разве что рендеринг. Но зато теперь я могу быть уверенным, что при любом раскладе третинг мне не грозит. Оперативка, которую я выбрал, это Kingston HyperX Predator на 3200 МГц. Довольно крутая оперативка, которую я тоже, как и все остальное, в принципе заказал с какого-то ноунейн дешманского сайта. И как результат... Она была в настолько помятой коробке, что как будто... На нее села ваша мамаша. Но это еще не так важно, как то, что с коробки она работала на частоте 2400 МГц, поскольку AMD не только зависим от оперативки, но еще и очень к ней приведетлив. А это еще на чипахане, с которыми Ryzen не дружит. Так что будьте аккуратными при выборе оперативки. Но благодаря нормальной мамке и нашего бога Макаронного монстра, я смог ее поднять к заявленным 3200 МГц. Материнка здесь MSI X470 Gaming Plus. Взяв предтоповый чипсет X470, а не X570. Поскольку слот PCI4.0, который практически нигде толком не используется, мне не нужен, да и еще маленький жужжащий кулер на чипсете мне тоже нафиг сдался. Жаль только, что моя мамка не имеет Type-C разъема. И материнка тоже. Несмотря на MSI, это самая дешевая материнка на этом чипсете. Ну, несмотря на осрок. На ней можно неплохо погнать процессор, а еще здесь есть минус. Из-за какой-то неведомой дросни, подключая аудио устройство через USB, звук выходит только на монитор. Вот как? Как такое говно вообще возможно? Но если будете брать материнку на этом чипсете для 3 CD Ryzen, то знайте, что без обновления биоса он там не работает. Насколько я знаю, у людей принято экономить на мониторах при покупке ПК, но как по мне это идиотизм, поскольку монитор является основным инструментом, через который вы взаимодействуете с вашим ПК. И в случае, когда комп стоит где-то 100 штук, но брать монитор за 8 тысяч рублей, это, ну, это кощунство, это идиотизм. Это как нассать себе в глаза. Поэтому я взял немножечко другой. 32-дюймовый 2К монитор, у которого из-за диагонали плотность пикселей такая же, как у 23-дюймового Full HD монитора. Эта модель позиционирует себя как профессиональной, поэтому здесь есть HDR10, 10 бит, нетрушная, конечно, 8 плюс FRC, матрица, естественно, IPS и пиковая яркость в 450 кандел, но минимальная здесь ничуть не меньше. Она выжигает мне глаза каждую ночь. Еще из плюсов здесь очень много портов и очень удобная подставка, но толстые рамки. И самое главное, это конченая, идиотская, придурочная подсветка, которая максимально неравномерна, насколько возможно. А вообще где-то на 20%, но не важно. Самое главное, что днем это не видно, но ночью, когда включаешь темную заставку, ты прям видишь идиотское пятно, высветленное в углу, и оно так бесит. Это такая срань, ну как? Но не советую, говнище. Ах да, чуть не забыл, блок питания, ведь это очень важный элемент компьютера, от которого иногда в принципе зависит то, сколько он проработает. Я взял модель на 652, чего с головой должно хватить. Кстати, для расчета того, сколько вам нужно ватт, я оставлю ссылочку на калькулятор мощности системы. И помните, что заявленная мощность, это не реальная мощность, а реальную мощность нужно смотреть по 12-ти вольтной линии. Блок неплохой, полумодульный, единственный, что маленький диапазон работы. У меня сеть в принципе стабильная, но советую взять диапазон побольше, где-то от 130 до 240 вольт, поскольку так куда надежнее. Ах да, если вы разбираетесь в блоках питания круче меня, что в принципе не сложно, то пожалуйста напишите в комментариях, выбрал ли я в принципе нормальный блок питания, чтобы у меня ничего не сгорело, потому что мне это самому интересно. Но в принципе какое говно я не выбрал, главное что не ксас. А ем начинку этого блока питания от компании CWT, что в принципе тоже ну. Вообще чифтер, насколько я знаю, это хорошая компания, как Xiaomi от мира блоков питания. Что касается памяти, то в подарок процессор я получил дешманский SSD на 120 гигабайт, который нужно апгрейднуть, и жесткий диск на 2 терабайта Seagate Barracuda. Под всякий хлам сойдет. Да, нормальный SSD мне конечно бы не мешало приобрести. Кейс, который я выбрал в моем компе, это самый кайф. Строгий, матовый минималистичный корпус с утонченными красными акцентами. Софт-тач покрытием лучше, чем у меня на жопе. Эта же модель кстати продается в модификации от Razer. Но я же не лох, чтобы переплачивать за бренд. При своих габаритах он довольно вместительный, и сюда влезет любая видюшка. И кожухом, который скрывает кучу проводов, блок питания и HDD. Но только вертушки, которые идут здесь, в комплекте не самые тихие. И такой кейс точно нельзя ставить себе под стол. Им нужно флексить. Но это не так важно. И я не знаю на кой чё ты это всё посмотрел, Сталкер. Но я как бы в чужие дела не лезу. А раз ты уже здесь, то оформи подписочку по-братски, чтобы не пропустить мой новый видос. Если это тебе конечно интересно. А вообще, большое спасибо за то, что оставались со мной на протяжении всего этого ролика. Возможно я не зря снимаю всю эту хрень. Ещё, надеюсь, увидимся. До скорого. Пока!